Утро от первого, мы на месте. Тринанс за рвотом, включили до тускового пояса. Изопринято, уезжаем. За минувшие сутки в городе зарегистрировано 4 дорожно-транспортных происшествия, в них пострадали 2 человека. В 8 часов вечера авария произошла на углу улицах Панбатыра и Мадылихожа, бывших улицах Локова и Астраханцева. Здесь в столкновении пострадали автомашина Деу Нексия и Лексус 370. Как рассказали водители, Деу двигалась по главной дороге улицы Мадылихожа, а Лексус по второстепенной улице Ахпанбатыра. Столкновение произошло, по словам пассажира Лексуса, по неосмотрительности девушки, управлявшей этой автомашиной. Она, получается, по половине дороги уже проехала, оттуда машину пропустила, а оттуда машину не видела. И машину развернула, правильно? Да, развернула машину. В результате бокового удара Лексус получил незначительные повреждения, что трудно сказать о Нексии Уздео. Эта автомашина понесла более значительный урон. У нее оказалась поврежденная вся передняя часть и моторный отсек. Впрочем, все документы у участников ДТП были в порядке, в том числе и страховка. Поэтому вопросы возмещения ущерба участники ДТП договорились решать через страховую компанию. Все процессуальные действия прошли, но остановили машину в помощь у страховых компаний. Страховка есть, да? В этом ДТП никто не пострадал. Подробности аварии выясняют дознаватели ДПП. Еще одно дорожно-транспортное происшествие с участием легковой и грузовой автомашин случилось в 10 часов вечера на пересечении улиц Адербекова и Ахмедбаева. Здесь столкнулись BMW 5-й модели грузовой «КамАЗ». BMW двигался по главной дороге улицы Адербекова, а в перпендикулярном направлении по второстепенной улице Ахмедбаева ехал грузовик. Как рассказал водитель «КамАЗа», он, подъезжая к перекрестку, видел BMW, двигавшийся по главной дороге, но рассчитывал проехать перед ним, не приняв в обнимание маневренность своей автомашины. Я выехал на дорогу и увидел легковую автомашину, двигавшуюся справа, но подумал, что успею проскочить. И когда уже почти переехал дорогу, услышал сзади удар и остановился. Удар BMW пришелся в колеса грузовика, так что «КамАЗ» практически не пострадал. BMW понесла более значительный ущерб. Впрочем, «КамАЗ» был также застрахован, и материальный ущерб будет возмещать его страховая компания. В этой аварии также никто не пострадал. Сейчас сотрудники административной полиции выясняют точные причины этого ДТП. Сотрудники Байдебекского РУВД задержали 18-летнего жителя этого района, который подозревается в кражах, совершенных в местном магазине. 11 ноября к нам в отдел с заявлением обратилась жительница села Жузамдек, 1971 года рождения, которая заявила, что ночью неизвестные лица путем взлома проникли в ее магазин, кузин Баятай похитили продукты и другие вещи на общую сумму 26 500 тенге. В ходе оперативно-розыскных мероприятий по горячим следам и задержали жителя этого же села 1996 года рождения, который признался в совершении кражи. В ходе обыска в его доме полицейские обнаружили много предметов повседневного спроса и продуктов, количества которых хватило бы на хороший сельский магазин. Как выяснилось, это была не первая кража подростка. Во время следствия полицейские установили, что он уже дважды проникал в этот магазин с периодичностью в две недели. Как правило, на краже он выходил ночью и, взломав дверь, проникал внутрь магазина. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 175 Уголовного кодекса, частей Б и В. Задержанный признался в совершении этого преступления и сейчас проверяется на причастность к другим подобным кражам. Сейчас задержанный заключен в изоляторе временного содержания. Ведется следствие. В 7 часов вечера на пульт 112 с просьбой о помощи к спасателям обратилась жительница микрорайона Сайран. Она рассказала, что уже несколько часов находится на улице с малолетними детьми, так как не может попасть в свою квартиру. При помощи слесарных инструментов прибывшие спасатели в течение 15 минут вскрыли железную дверь. В этом происшествии никто не пострадал. Субтитры создавал DimaTorzok